шалом драгоценные друзья благословляю вас из города великого царя иерусалима и я хочу сегодня говорить о тех последних происшествиях которые происходят на планете земля друзья на самом деле мир катится куда-то в пропасть и я хочу сказать вам дорогие мои телезрители дорогие слушатели что сегодня есть большая проблема и проблема она на самом деле заключена не в том насколько мы хороши или плохи проблема заключена в том что есть какие-то группы отдельные которые во имя бога так называемого убивают других людей вы знаете в истории это конечно было раньше не было телевидение раньше не было масс-медиа и много времени назад тысячелетия назад люди конечно убивали друг друга во имя каких-то ценностей во имя бога даже убивали мы помним что были крестовые походы мы помним что было османская империя мы все это помним друзья но сегодня страшные вещи происходят давайте посмотрим на ближний восток на ближнем востоке на самом деле во многих странах вообще невозможно говорить о демократии друзья но и теократии нету как таковой на самом деле что происходит на ближнем востоке люди нищенствуют люди голодают есть проблемы друзья вот даже такая страна как иордания если посмотреть на самом деле она настолько нищая хотя у нее есть много ресурсов люди которые ездят туда говорят об этом там нефть там многие ресурсы но при этом смотрите что происходит люди бедствуют и на фоне всего этого поднимаются люди нечестные люди изверги давайте посмотрим что где а вы знаете и гил и гил или и сис айсис как сегодня его называют который поднялся в иордании на самом деле в маленьком доме это все началось друзья и это страшно сегодня эта волна захватывает мусульманские страны это не просто ислам это радикальный ислам это тот ислам который на самом деле которого до сих пор не было даже мусульмане многие говорят что мы не знаем такого ислама друзья происходят вот эти вещи которые потрясают мир даже страшно об этом говорить много в соцсетях выпущено всяких роликов сюжетов о том что они делают они отрезают головы детям не просто людям не просто иноверцам христианам христиане вообще бегут с ближнего востока я хочу вам сказать кстати одну вещь многие сегодня и епископы многие священнослужители обвиняют израиль в том что израиль не проявляет демократию и наш премьер-министр сказал вы съездите в сирию съездите в ирак и поговорите там о демократии и не забудьте сказать что вы с христианской страны но при этом вам нужно обязательно запастись хорошей бронированной машиной и хорошими хорошим вооружением друзья но это глупость на самом деле даже если посмотреть здесь рядом бейт лехом или вифлием два процента христиан уже не осталось почему друзья потому что эти радикальные исламские группировки если ты не исповедуешь их верование то они истребляют тебя то они уничтожают тебя но не только это вы знаете вот эти страшные ролики я не мог даже долго их смотреть потому что я хотел плакать я не мог это эту нечеловечность вот эти вот эти вещи видеть своими глазами я хочу вам сказать послушайте даже когда на колени становились какие-то люди и принимали их веру они все равно их убивали потому что тот кто является иноверцем он неверный он подлежит мечу он подлежит убиению разве такой бог у нас разве такой бог создал небо и создал человека друзья возвысти свои голоса в небо начните молиться богу эти люди уничтожают не только христиан эти люди уничтожают своих мусульман это изверги это не люди и сегодня многое молодежь идет за ними молодежь с европы идет за ними друзья молодежь европы и я думаю что европа начала уже понимать мы поговорим в этом следующем выпуске поймет ли европа что ей нужно пробудиться и пробудить христианские ценности или нет шалом вам из иерусалима христианские ценности